Доброе утро! Куда вы попали и что вы здесь делаете, я вам сообщу, вы попали на ежедневный урок по Аллахе и в данном случае это урок по книге Китсу Шухана Рух. Я учусь именно по этому изданию, хотя их много, они практически ничем друг от друга не отличаются. Данное издание, оно вместе с добавлениями из Шухана Руха Алтаребы, то, что называется Шухана Руха Раф. Все предыдущие 51 занятия можно посмотреть на моем канале Ютуба, также и предыдущий нас цикл за время пандемии, который посвящен законам благословений. Ну а мы с вами продолжаем и мы учим уже аж десятую главу. Эта глава посвящена законам тфелин. Тфелин, если кто-то друг до сих пор еще не помнит или не знает, такие черные коробочки, которые наматывают на руку. Ну конечно же это не коробочки и не просто так их наматывают, но о том, что нужно очень бережно относиться к тфелину, о чем мы сегодня поговорим тоже. Но мы говорили и раньше, о том, что нужно профессиональным качеством того человека, которого вы покупаете тфелин, это его богобоязненность. Мы говорили на прошлом уроке о том, как левша-правша одевает тфелин. В общем, говорили также о важном моменте, о том, что нужно и сегодня тоже об этом поговорить. Был очень сосредоточен во время тфелин, нужно понимать, что когда ты одеваешь тфелин, это и есть знак того, что Всевышний нас вывел из Египта, сделал нас своим народом и так далее. И этот знак у нас и на руке против сердца, и на голове между глаз, и что, естественно, направляет наши эмоции и интеллект ко Всевышнему. Но давайте продолжим. Мы сегодня читаем уже 14-й параграф, и это пока что самая длинная глава, которую мы с вами учим, в ней ее 26, но время у нас есть. Не знаю, когда нас выпустят обратно до полного общения, и думаю, что все равно мы продолжим наши зумбирующие занятия по утрам именно в том же формате. Но давайте продолжим. Итак, 14-й параграф, 10-я глава, если кто-то следит по тексту. Нужно быть очень осторожным, чтобы ремешки, ремешки имеются в виду, которые вы одевали вот у вас, они впереди на тфелин и на руке, были именно повернуты черной частью наружу. Если вы помните, как выглядят ремешки, мы об этом уже неоднократно говорили, о том, что это кожа, которая с одной внутренней стороны, она светлая, не как замша, а есть замша. Сверху она выделана, то есть отполирована и покрашена черной краской. Я касался уже того момента, что есть сегодня, считаются самыми понтовыми тфелин, хотя некоторые с этим не согласны, и даже в шелхонорахе в одном мнении это считается неправильным, что понтовые ремешки для тфелин – это те, которые пропитаны черной краской изнутри, то есть со стороны замша, то есть замша тоже у вас черного цвета. Зачем это делается? Первую причину, почему это делается, потому что тогда, когда даже если протирается, все равно остается черный цвет. То есть недостаточно того, скажем так, если у вас светлый тфелин внутри, то есть внутренняя часть замша, а светло не покрашена, то когда протирается эта полировка кожи и краска, то появляются белые пятна, и тогда уже это проблема. Если она пропитана черной краской, то тогда же, когда что-то протянулось, то оно как будто все равно остается покрашенным, и это не проблема. Теперь, кроме того, сейчас мы прочтем о страшных вещах, которые говорятся о том, если у вас тфелин, вот эти ремешки перевернулись светлой стороной. И тут говорится, что нужно быть очень осторожным, чтобы ремешки тфелин были всегда повернуты черной стороной наружу. Вы теперь слушайте внимательно. И если случилась у вас такая фишка, что перевернулась этот ремешок, который у вас вокруг головы, именно вот эта часть, которая на голову одевается, или, которая у вас на руке замотана, и Алтараб говорит, именно первая криха, то есть та, которую вы не заматываете, которую вы одеваете на руку, первый виток перевернуется на белую сторону, на внутреннюю сторону. Должен поститься или искупить свою вину дзакой, как это принято среди хасидов. Давайте два слова об этом, что еще принято среди хасидов. Действительно, у нас есть целый прескурант, о чем мы говорили несколько месяцев, даже, по-моему, лет назад, когда изучали в книге Тани третью ее части Игры Садшува, послание о раскаянии в наших уроках по вторникам, то в начале Алтараба там приводят цитаты из Святого Аризеля, который говорит о том, что там за такой-то грех, такое-то нарушение, там столько-то постов, если кто-то помнит, то больше всего постов у нас за нарушение связано с проявлением гнева, которое не является даже нарушением заповеди. А вот, говорит Аризель, если ты проявляешь свой гнев, причем не говорится причина или не причина, а просто на кого-то сорвался, то 152 поста. То есть, за то, что ты пропустил молитву, не помолился Шахер, Смин Хуймарев, там 40 постов, если я не ошибаюсь, а вот за проявление гнева 152. Так вот, но там же объясняет Алтараба, что сегодня мы люди слабенькие, и поэтому поститься мы не можем так, когда постились в ранних поколениях, в поколениях Талмуда или даже в позднем в Средневековье, когда люди действительно постились и могли себя поставить в такую ситуацию, в такое состояние, что когда не стремились к, так сказать, физической пище, то абстрагировались и думали о возвышенном. Сегодня мы, когда постимся, мы думаем о очень возвышенном, в основном о колбасе. Поэтому, говорит Алтарабе, что сегодня посты не работают, они не столь эффективны. Да, это очень хорошая практика, он рекомендует о том, что можно там поститься зимой, когда дни короткие, имеется в виду дневной пост. Да, еще хочу поставить точки над «и», я не знаю, до сих пор меня спрашивают, а какой это пост, сухой или мокрый. Такого в иудаизме нету. Пост – это пост. И как мусульмане у нас тоже переняли, это не лайтовая версия иудаизма в виде христианства, где там пост имеется в виду кушать. Постная – нет. Пост – это танит, когда мы от слова «инуй», от слова, образно говоря, издевательства над нами, когда мы не пьем и не едим. Это настоящий пост с восхода солнца до его захода. Это те посты, которые мы делаем, если мы там, не дай бы, хотим искупить свою в чем-то вину. Говорит Алтарабе, что сегодня то, как мы как раз учили на последнем уроке Тани, то, что действительно изменяет нас, то, что нас касается и внутри самой глубины сердца, это то, к чему больше всего уделяем внимание, это, конечно, наше материальное благосостояние. Поэтому тздока, она гораздо более эффективна, за исключением действительно каких-то критических моментов, когда, да, нужно поститься. Так вот, если у вас перевернулся тфилин наизнанку, имеется в виду ремни, перевернули светлой стороной, то нужно поститься или лучше дать тздоку. Я хочу подчеркнуть, я часто слышал о том, что даже у уважаемых раввин, которые говорят, что вот эти ремни, которые здесь перевернули, ой, вэй, не дай бог, нужно там. Да, в Талмуде говорится, одном из мудрецов, что если у него даже эти ремни приморачивались, он все равно постился. Нет, Аллаха, поститься – это только ремни головного тфилина, который у вас на голове, и ручного тфилина, который на руке. У Алтарабе только первый виток, даже не виток, а который вы одеваете на руку тфилин, вот только эта первая полоска, если она перевернулась, то тогда нужно поститься. Одна из причин, почему некоторые не рекомендуют вот эти вот черные, пропитанные краской изнутри, потому что человек тогда не сильно обращает внимание, перевернулась или нет, она все равно будет черной. Но, в принципе, такой проблемы критической здесь нет. Продолжим дальше, сгущать краски и устражать страшные вещи, которые говорит нам Кицюшу Ханарух. И если у вас упали тфилин на землю, именно на пол, без упаковки, имеется в виду не только вот этот вот мешочек, в который вы кладете тфилин, а и пластик, в котором у вас лежит тфилин, если упали вообще вот сам по себе тфилин, нужно поститься. И это даже не связано с такой, если тфилин падает на пол, то мы постимся. Опять же подчеркиваю, это не тфилин в пакетике, это в этом сумочке, это не тфилин в пластиковых коробочках, это тфилин, который вот сам по себе тфилин. Но даже если у вас, как я неоднократно повторял, что вот эта вот пластиковая коробочка, которая одевается на ручной тфилин, для того, чтобы он не терлся об одежду, она все равно на нем, и он упал, это все равно нужно поститься, здесь не помогает. Пиал Таребе тоже говорит, так у нас принято, здесь тфилин падающий на землю, тот, у кого он упал, должен поститься. А если упали они в упаковке, то есть или в сумочке, так сказать, которую красивенько выкладываете в свой тфилин, или даже в пластиковой коробочке, не нужно поститься, можно просто дать тфилин, отдыху этого достаточно. То есть поститься, не связанно с отдыхой, нужно молиться, нужно поститься тогда, когда тфилин, как таковой, падает на землю. Если он упакован, то можно дать просто сдоху. Но если у вас перевернулся тфилин именно на голове, и тот, который первый виток, на руке, то Шоханору говорит, что нужно поститься, но это не обязательно, можно действительно дать сдоху во истепление души. Стараемся так звучать на русском, Но ладно, продолжим. Итак, пятнадцатый параграф. Если вы сняли тфелин, потому что вам нужно сходить в туалет. Бейта кисэ, наиврите, это туалет – дом стула. В прямом переводе. О чем идет речь? Мы с вами говорили, что если на вас одет тфелин, вам нужно сходить в туалет, вы, конечно же, должны снять тфелин, и в тфелин в туалет ходить нельзя. Кстати, напомню для тех особенностей, кто ходит в синагогу по шабатам, о том, что шабат мы не одеваем, теперь надеваем талит. Нет прямого запрета ходить в талите в туалет. Но так как на талит, особенности верхний талит, это у вас там прямо экспоуз, так сказать, заповедь, сами цицит, которые висят сверху, то из уважения к талиту мы все равно снимаем. Но это нет такой обязанности снимать талит, потому как те четыре шага, которые вы ходите даже в туалете, все равно у вас есть обязанность в талите. Но из уважения, если именно талит годоль, мы, да, снимаем. Понятно, что талит катан раздеваться в синагоге не надо. Ну, я не думаю, может, кому-то будет интересно, как вы будете раздеваться перед туалетом, но нет, не надо раздеваться, снимать талит катан, носить его на здоровье под одеждой. Тфелин не под каким соусом нельзя носить, заносить в туалет. Я вам скажу по-другому, не только когда одет тфелин, но даже когда вы их носите с собой, то если у вас тфелин только в одной упаковке, имеется вот эта сумочка, в которой лежит тфелин, в таком виде заносить его в туалет нельзя. При особых обстоятельствах можно занести, если он у вас как минимум в двух упаковках. Я до недавнего времени, до начала пандемии, когда летал постоянно туда-сюда, и ты находишься в каком-нибудь аэропорту, даже в бизнес-классе в Перми, то не очень хочется свой рюкзак. У меня тфелин всегда с собой, я их нигде никогда не сдаю в багаж, всегда ношу с собой вручную кладь, и не только тогда, когда нужно будет помолиться в самолете, просто не сдают тфелин. Я специально даже сделал себе, я, кстати, хочу подчеркнуть, что это не обязательно покупать вот эти вот еврейские штуки для тфелин, наоборот, я специально купил такой небольшой рюкзак, с которым я хожу, который у меня помещается в другой рюкзак, с которым можно подниматься на самолет. Так вот, когда вы выходите в аэропорту, теоретически, если у вас тфелин запакован, как минимум в двух покрытиях, то можно зайти в туалет, тем более, что где-нибудь в аэропорту в Хабаровск и оставлять их просто так, и даже кого-то попросить посмотреть за вашим тфелин, как-то не камильфо. Поэтому в таких ситуациях, да, можно сходить в туалет. Если вы находитесь в Израиле, в аэропорту Бен-Гурион, то просто так тоже не оставляйте тфелин, потому что взорвут нафиг, как это называется на еврейском, хепетс хашут. Но в Израиле гораздо проще попросить какого-нибудь еврея, а их там достаточно много, в Бен-Гурионе, чтобы он посмотрел за вашим тфелин. То же самое можно сделать в странах развитого иудаизма и не заходить с ним в тфелин. Но альпиддин, просто по Аллахе, если тфелин у вас находится в двойной упаковке, то теоретически можно заходить в тфелин. Но вернемся к кицушханаруху, то, что мы прочли, что если вы одели тфелин, молитесь и приспичило нужно сходить в туалет, ни в коем случае нельзя заходить, нужно их снять. И очень важно, когда вы возвращаетесь и одеваете тфелин заново, чтобы продолжить молитву, нужно говорить, когда возвращаешься и одеваешь тфелин, нужно заново сказать благословение по всем тем правилам, которые мы обсуждали на предыдущих уроках. Можете посмотреть запись на моем канале YouTube. А если вы находитесь во время благословения перед ШМА, где точно нельзя разговаривать, вспомните табличку, табличку, сидим в седуре, где она, вот, сейчас не будем по этому проходить, она у вас наверняка уже есть, мне уже спрашивали, где можно купить такой седур в других странах, потому что такая крутая табличка, действительно очень удобная. Так вот, с момента, что вы сказали, первое благословение перед ШМА до самого ШМА включительно, вы не можете говорить благословение на тфелин. И поэтому говорит Кецюжу Ханарух, если вам приспичило сходить в туалет в тот момент, что вы уже стоите перед ШМА на благословениях или уже читаете ШМА, то нельзя прерываться и говорить благословение на тфелин. В туалет не то, что нужно, нужно идти. Как мы с вами учили, что человек не имеет права сдерживаться, это очень вредно для здоровья, а забота о здоровье является превыше всего, потому что если вы не будете заботиться о своем здоровье, Рамбам говорит, вы просто минимум будете в плохом настроении, не сможете служить Всевышнего в радости. А если, не дай Бог, совсем плохое здоровье, то как вы будете выполнять заповеди? Поэтому о здоровье, да, нужно заботиться. Я сейчас говорю именно о заботе о здоровье, а не о себе любимом. Во всем, конечно, мне нужен common sense, здравый смысл, но в туалет, даже если посередине молитвы ШМА, нужно сходить во время молитвы Амидар, это проблематично, но мы об этом поговорим с вами позже, но не нужно прерываться, когда вы возвращаетесь и одеваетесь в Филинзаново, не нужно прерываться, если вы находитесь от ШМА до молитвы Амидар, не нужно прерываться и говорить благословение. Одевают их без благословения. А после молитвы Амиды, то есть когда вы закончили молитву Амиду, тогда молитву Амидар, сейчас объясню более подробно, о чем идет речь, нужно их чуть-чуть подергать, потрогать, потрогать сами Тхилин и сказать благословение. А Алтаребы говорит, что между параграфами ШМА, не ШМА, между параграфами Благословения перед ШМА, ШМА и благословением между ШМА и Амидой, да, можно сказать благословение и не ждать окончания молитвы Амиды. Итак, давайте пройдем весь сценарий. Вы ответили, дай Бог, вы молитесь в молитву в синагоге, в Миньяне. Я очень горжусь многими членами нашей общины, которые начали присоединяться ко мне, не только ко мне, ко мне и ко моим сыновьям на утреннюю молитву в 7 часов утра. И даже мы теперь остаемся на буквально там 3 минуты. После этого учим очень интересную хасидскую книгу Ребера Шабова, один из вознейших книжек, книгу хасидизма, называется Кунтры Сумая, так что, кто хочет присоединяйтесь, в 7 утра мы там молимся и учимся. Самое позднее, даже с чтением Торы в 7.45 мы уже дома. Так вот, если вы молитесь, ответили барху, вы в тфелин, сказали первое благословение Шма и захотели в туалет, вы обязаны снять тфелин и пойти в туалет и следить за своим здоровьем, как я уже сказал. По возвращению с туалета вы одеваете тфелин обратно и должны сказать благословение. Но если вы находитесь в этом промежутке, где нельзя разговаривать, по алтаребе, если вы находитесь от благословений Шма до молитвы Амида, кроме после последнего благословения, вы между параграфами, которые у вас определены в Седуе, можете сказать благословение передворительно, потрогав чуть-чуть тфелин, чтобы показать, что вы можете поправить их и так далее. Но в любом случае вы одеваетесь, поэтому говорите благословение точно так же и говорите благословение на тфелин по всем правилам, которые мы обсуждали раньше. Если вы находитесь между благословением на молитву Амида и самой молитвой Амида, но вам нужно сходить в туалет, обязательно нужно сходить в туалет, одеть тфелин, потом заново и сказать благословение уже после молитвы Амида. Во время молитвы Амида лучше сходить в туалет до того И не идти в туалет во время молитвы Амида, потому что нельзя двигаться, а в туалет желательно ходить в самом туалете. Ну, я думаю, что здесь все понятно, мы продолжим. Еще один параграф на сегодня. Все то время, что вы в Тфилин, нельзя от них отвлекаться не на секунду, вообще, даже в мыслях. Мы с вами говорили о уважении к заповеди Тфилин, предыдущих главах, предыдущих параграфов, где что нельзя, некоторые сражают, что вообще не разговаривают в Тфилине, ничего, что не касается молитвы или изучения Торы, мы не говорим в Тфилине из уважения к Тфилине. Здесь, говорится, делается еще один шаг, нельзя отвлекаться даже в мысли. Что имеется в виду, поясняет, отвлекаться во время Тфилин, это тогда, когда вы находитесь в состоянии какой-то там веселья и, как сказать правильно, колутрожь на русском, безрассудности, легкомыслия. Вы находитесь в состоянии легкомыслия или вы настолько что-то думаете о своем физическом состоянии, что это вас отвлекает о мыслях, о всевышнем, то есть, думаем, в принципе, о себе любимом. Идет речь именно о мысли в данном случае, а не только о разговоре или поведении. Оно самое лучшее, говорит Алтаребе, с точки зрения выполнения заповедей, это чтобы вообще не отвлекаться. Все время, что вы в Тфилин, все время думать только о вашей связи со Всевышним. Уделите Богу эти 15-20 минут, полчаса во время молитвы. Поэтому я тоже стараюсь это делать, хотя не всегда сам грешу. Моя кульпа, как говорится, что отвлекается во время Тфилина, с кем-то поговорить и так далее, это лучше не делать. Раньше я был более фанатичным и старался моментально, как только закончилась молитва, сразу снимать Тфилин. Это очень хорошо, у меня есть друзья, которые к этому очень серьезно относятся, и моментально, как только заканчивается молитва, снимают Тфилин для того, чтобы не отвлекаться. То есть, на молитву, как перед тем, как мы одеваем Тфилин, мы настроились, поехали и не отвлекаемся. Как только закончилась молитва, не самая лучшая практика – это оставаться в Тфилину, учить Тору и так далее, потому что так иначе вы отличаетесь, снимите, а потом занимайтесь всем остальным. От самой мысли о Тфилин можно отвлекаться только во время молитвы о Меда и во время изучения Тору. Что имеется в виду? Здесь говорится конкретно о ситуации, не о том, чтобы поговорить или кому-то позвонить, не дай Бог ответить на тебя. Нет, идет речь о том, что мы должны быть настроены на то, мы в Тфилин, мы думаем о Тфилин, это наш СССР Всевышний. Проблема заключается в том, что во время молитвы о Меда, или если мы изучаем Тору, предположим, Равин дает спич в синагоге, а вы в Тфилин, то, естественно, с молитвами о Меда мы обязаны думать как минимум о том тексте, который мы читаем и полностью в это уходить. Естественно, мы отвлекаемся от наших концентраций именно на заповеди Тфилин, а когда мы изучаем Тору, без того, чтобы на этом концентрироваться, чтобы, как говорится, в одно ухо влетало, в другое вылетало, это не работает. Поэтому в этих ситуациях, да, можно отвлекаться именно от настроя на то, что ты в Тфилин, и это твоя СССР Всевышний. Шма, естественно, это не касается, потому что молитва Шма – это один из тех двух отрывков, который посвящен заповеди Тфилин, поэтому, естественно, мы настроены, как и все остальное, пасухей, дезимрабси, эти псалмы, которые мы читаем, или Тфилот, а Тфилин и происходит от слова Тфила – это часть молитвы, поэтому мы, естественно, настроены и думаем о Тфилин. Очень важный момент, я постоянно вижу, что это делают, кто-то мне говорил, что у сепардов это принято. Нет, я не видел этого, честно, нигде не видел это в законодательстве. Послушайте внимательно, это очень важный момент. Асур лейхоль баэмбэ сюдат кева – нельзя в них устанавливать трапезу. То есть, если вы закончили молитву, и у вас там угощение в синагоге – супер-дупер завтрак, нельзя кушать этот завтрак, если вот установленная трапеза с хлебом или с мизонотом, не будем сейчас даваться в эти патронности, мы изучали раньше, в Тфилин. Хотя я сразу хочу подчеркнуть, очень, так как мы говорим, что нельзя отвлекаться в Тфилин, правильное поведение, и сегодня оно наиболее распространено, это что в Тфилин вообще не кушать. Не пить кофе, не кушать пончики и так далее, все это может подождать, пока вы снимете Тфилин. Я считаю, что это очень важно, и несмотря на то, что Шулханов говорит именно только о постоянно установленной трапезе, я думаю, что очень важно, когда мы вообще не кушаем Тфилин, это неуважение к ним, хотя Шулханов говорит, просто что-то перехватить, там попить и так далее, с точки зрения Аллахи это разрешено. Но мне кажется, что это и есть уважительное отношение к Тфилин и нашему общению личному со Всевышним, когда включен этот amplifier, который мы называем Тфилин, это не кушать во время этого, потому что когда вы разговариваете с царем, вы явно не разделаете это с полным ртом еды. А спать, это, к сожалению, достаточно распространено в Ешивах, где учатся днем и ночью и просто вырубаются, не будем ни на кого показывать пальцем, хотя этот человек уже на работе и не здесь на уроке, но спать, даже задремать, вырубиться во время Тфилин тоже нельзя, за этим нужно внимательно следить, чтобы не засыпать в Тфилин. Я понимаю, что мы встаем рано утром на шахаре, и нужно молиться с утра с позаранку, и очень хочется спать. Потерпите, просто подумайте, что вы сейчас говорите с Богом, это ваш усилитель, и это тот момент, когда с ним можно поговорить о самом важном и попросить все, что вам действительно нужно. На этом мы сегодня остановимся. Всем огромное спасибо, кто был с нами на Инстаграме. Всем шаббат, шалом. Если у вас есть вопросы по тому, что мы выучили, пишите комментарии к этому видео, с удовольствием на них отвечу. Всем пока, шаббат, шалом. Абсолютно те же самые пожелания всем тем, кто был с нами на Фейсбуке. Если у вас есть вопросы, оставляйте комментарии к этому видео. А те, кто у нас уже на Zoom, те могут задать свои вопросы сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok